Мёртвые цветы. Автор – писатель снов. Глава третья. Никаких сожалений. Человек не может двигаться вперёд, если душа его разъедает боль воспоминаний, унесённые ветром. Чимин всю неделю ждал дня, когда его мечта осуществится. Он оборвал Чангук у телефона и постоянно грузил друга своими рассказами о том, как круто это будет, а тот и не был против. Пока Чан болёл, ему были доступны только книги и цветы. Родители иногда выпускали его на улицу, под присмотром старшего брата, где они, как правило, минут 20 сидели на качелях в саду и разговаривали, а затем Гука звали обратно. Он был ещё достаточно слаб, но свежий воздух шёл только на пользу. В общем, парню было скучно, так что он даже был готов слушать про гонки, байки и самых известных райдеров. Чимин говорил с таким энтузиазмом, что его было уже не заткнуть. Уже завтра Пах всё увидит собственными глазами, а если повезёт, то, возможно, познакомится с парочкой крутых мотоциклистов. Он мечтал об этом, но не особо надеялся. Всё-таки Чимин понимал, что мотокросс далёк от тех гонок, которые снятся ему по ночам. Это официальный вид спорта. Там всё по правилам. И хотя адреналин бьёт через край даже при просмотре шоу с трибун, всё же это не те дикие гонки, которые устраивают за городом. Но нужно начинать с малого. Сегодня мотокросс, а завтра уличные гонки без правил. Он специально встал сегодня пораньше, чтобы не проспать. Ночью пошёл дождь, поэтому на улице было свежо и немного прохладно. Блондин надеялся уже перейти на более лёгкую одежду, но погода вынуждала снова облачиться в своё серое худи. Он накинул капюшон на голову, ещё раз взглянул на себя в зеркало и направился к машине. Отец ждал его минут пятнадцать, но он был человеком терпеливым и знал, что Пак любит задерживаться. Он слишком много внимания уделяет укладке волос, потому что иначе они просто торчали в разные стороны. Пока они ехали, Чим тихо подпевал радио и качал головой в такт мелодии. Папа решил не грузить своими рассказами о мотоциклах. Достаточно того, что он купил билет и тратил свой законный выходной на их совместную поездку. И хотя небо затянулось тучами, настроение было отличным. Сердце Чимина билось в радостном предвкушении. Вряд ли что-то сможет испортить этот день. Когда машина уже подъезжала к месту проведения гонок, блондин прилип к окну, с любопытством наблюдая за происходящим. Первым выскочил наружу и ждал, когда папа припаркуется. Нам надо занять места. Чимину стремился вперед, перешагивая сразу через две ступеньки, пока отец неторопливо шел следом за ним. На стадионе было еще мало людей, поэтому они смогли выбрать места с лучшим обзором на трассу. Пак не мог найти себе места, нетерпеливо ерзая на сиденье, вертя головой и пытаясь рассмотреть прибывающих на место участников гонки. «Ну и что здесь будет происходить? Расскажи хоть правила», – попросил мужчина. Чимин просиял от счастья, когда понял, что может показать отцу, как много он знает о мотоспорте. Пак увлекался не только гонками, но и мотоциклами. Он знал достаточно много для обычного любителя и своими познаниями гордился. Только вот поговорить об этом ему было не с кем. Чингук эту тему не любил, родители к ней относились с осторожностью, а девчонки на свиданиях хотели слышать лишь комплименты, нежности и вести пустые разговоры ни о чем. «Я тебе все объясню, папа. Сейчас будет суперкросс по замкнутой трассе. В зависимости от характера соревнований, классов мотоциклов и количества участников устанавливается количество и продолжительность заездов». Юноша начал свой рассказ, указывая на трассу. Мужчина внимательно слушал и кивал головой. Чимин, рассказывая про гонки, полностью погрузился в свои рассуждения и уже даже не следил за тем, слушают его или нет. «И какое расстояние они проезжают за это время?» Не теряя нити разговора, спрашивал отец, хотя вся эта тема была ему совсем не близка. Но то, как сын менялся в глазах, было поразительно. В нем просыпались жизнь, огонь, энергия. Любой родитель хотел бы видеть своего ребенка настолько влюбленным во что-то. Конечно, предпочтительно, чтобы увлечение никак не угрожало жизни и здоровью. Но если уж Чимин так прикипел к мотоциклам, с этим ничего не поделаешь. «Ну, трасса под открытым небом должна быть не меньше 400 метров». Отец кивнул и, поежившись от утренней прохлады, поднял взгляд на затянутое тяжелыми тучами небо. «Смотри, чтобы дождь не пошел», – заметил он, доставая зонт, который взял из дома подворчание подростка. Это немного расстроило Чимина. Он так мечтал сюда попасть не для того, чтобы все отменилось из-за ливня. Жизнь не может быть к нему настолько несправедлива. Он тоже поднял глаза на серое небо с нависшими тучами и, сжав кулаки, мысленно взмолился. «Пожалуйста, только не сегодня». Ну а вдруг? Пока шла подготовка к гонкам, люди активно занимали трибуны. Юноша, объяснив отцу суть соревнований, с нетерпением и приятным волнением ждал начала. Оставалось всего пару минут. На соседнее сидение опустились парень с девушкой. Чимин не подслушивал, но они сидели очень близко. И он случайно стал свидетелем их разговора. Они говорили о том, что хотят покататься на байках после гонок, и эта услуга включена в стоимость. Пак незамедлительно схватил билеты и стал вчитываться в программу мероприятия. Как он мог такое пропустить? Настроение блондина сразу стало ещё лучше. Оставалось только надеяться, что папа не будет против, а небо над трассой становилось всё темнее. Шоу началось ровно в указанное время. Дорога и трамплины проверены, гонщики на стартовой полосе. Рёв мотоциклов и восторженные крики зрителей, поддерживающих своих фаворитов. Чимин сразу нашёл взгляд у мотоциклиста, на победу которого делал ставку. Он был под номером 10, на ярко-синем мотоцикле. Раздался сигнальный выстрел, и гонщики сорвались с места. Чимин весь подался вперёд, готовый вскочить с места. Десятый номер не стал сразу разгоняться до максимальной скорости, постепенно обходя противников. Он пересёк четверть полосы, прежде чем оказался на крутом трамплине. «Смотри, пап!» Чимин, не глядя, дёргал отца за рукав. «Сейчас он сделает трюк под названием Фендер Кис!» Пак задержал дыхание в ожидании зрелища. От волнения казалось, сердце выпрыгнет, будто это он сейчас был там, под всеобщим вниманием, и вот-вот должен был повиснуть в воздухе, выполняя тяжёлый трюк. Когда райдер оторвался от земли, Паку показалось, что эти секунды тянулись как вечность. Но стоило мотоциклисту вновь опуститься на трассу, всё вернулось на свои места. Мотоцикл нёсся по трассе, рассекая воздух. Зрители восторженно кричали и хлопали, поддерживая гонщиков, а Чимин оглядывался изредка на ца, чтобы убедиться, что тому интересно. Впереди ещё половина полосы. Райдеры успешно выполняли трюки, и подросток мог с гордостью заявить, что знал название каждого. Впереди оставался лишь ещё один трамплин, но он был самым опасным. Чимин хотел зажмуриться от волнения, но вовремя опомнился и открыл глаза. Он хотел всё видеть. Трюк назывался «Поцелуй смерти». Такое название ему дали не просто так. Выполнить его было очень сложно и опасно. Невероятно красиво и захватывающе, но самообладание Чимина дало трещину, и когда гонщику надо было опуститься на землю, он всё же закрыл глаза, слыша лишь бешеный стук своего сердца и боясь исхода. Однако стадион одобрительно гудел. Видимо, трюк был успешно выполнен. Эмоции оказались ещё ярче, чем подросток мог себе представить. Проехав оставшиеся 30 метров трассы, гонщики пошли на второй круг. Они снова в совершенстве повторили все трюки, и на этот раз Пак пытался не отрывать взгляд ни на секунду, пристально следяя за десятом номером. К концу первого заезда его фаворит пришёл вторым, что было совсем неплохим результатом. Два круга по 400 метров заняли около 40 минут. Сейчас был перерыв, а затем вторая часть шоу. От переизбытка эмоций парень ощущал, как дрожат ладони. Он с ненасытным любопытством разглядывал, как под навесом напротив трибун обслуживали мотоциклы, проверяя их на исправность. А гонщики отдыхали неподалёку. Хотелось бы туда попасть, и Чимин даже попробовал бы, но вряд ли кого-то пустит к ним. «Ты же собирался покататься?» Вдруг напомнил отец, поворачиваясь к парню. Юноша растерялся и неуверенно посмотрел на билеты. Он и не думал, что разрешение даже не придётся выпрашивать. «Ты меня отпустишь?» На всякий случай уточнил подросток, всё ещё чувствуя какой-то подвох. Сколько дома было ссор из-за байков, сколько раз родители угрожали дома запереть, если он не бросит дурное увлечение. И вот он сидит с отцом на мотокроссе и в шаге от исполнения ещё одной мечты. Раньше на байке получалось только посидеть. Никто не давал покататься. «Только маме не говори!» Заговорчески подмигнул отец. Чимин радостно закивал головой и вскочил со своего места. Дважды ему такое предлагать не надо. Он, не забыв взять билеты, торопливо спустился к тому крылу, где отдыхали гонщики. Охранник остановил его возле железного ограждения, давая понять, что к райдерам его не пустят. «Но я хочу покататься!» Блондин потряс перед лицом мужчины билетами, как бы намекая, что никуда не уйдёт, пока не получит желаемое. Он приподнялся на носочки и помахал рукой отдыхающим райдерам, но охранник отодвинул подростка подальше от ограждения, не давая возможности даже увидеть гонщиков. «Вам туда!» Тот указал рукой на навес, под которым в ряд стояли байки. «Ищите инструктора!» Чимин немного разочарованно кивнул и пошёл в указанную сторону. Юноша думал, что сможет увидеть номер 10, а оказалось, что кататься придётся под присмотром какого-то инструктора. «Наверное, попадётся какой-нибудь занудный дядька!» Чимин прошёл в небольшое закрытое помещение и стал оглядываться. Кажется, никого не было. «Эм, здравствуйте!» Неуверенно произнёс юноша, сжимая в руках билеты. Ряды байков на стенные полки с покрышками, деталями для мотоциклов, движками и прочим железом. В воздухе витал запах бензина, а самого инструктора нигде видно не было. «Иду!» Крикнул кто-то из-за угла. Спустя пару секунд показалась белая макушка. Чимин сразу расслабился и даже ухмыльнулся, разглядывая парня напротив себя. Пак ожидал увидеть мужчину с идеально зализанными волосами в специальном костюме для мотокросса с нашивками компании. Именно так обычно и показывают инструкторов в профессиональных гонках по телеку. Этот же парень стоял в потёртой чёрной кожанке, рваных джинсах и чёрных берцах, а на руке была повязана бандана. Его волосы торчали в разные стороны, но небольшой хаос выглядел так, будто это и было задумано изначально. Никакого костюма, зализанных волос и нашивок. Этот парень был больше похож на байкера, чем на инструктора. «Ты ко мне?» Парень подошёл ближе, вытирая руки от мазута и откладывая тряпку в сторону. Чимин отметил для себя, что выглядит инструктор очень молодым. Едва ли он старше Хасока. «Да, я хочу покататься». Чимин вручил свой билет и пошёл чуть дальше, восхищённо разглядывая мотоциклы. «А можно мне этот?» Пак указал рукой на массивный чёрный чоппер, сверкающий хромированными деталями. Блондин издал смешок и протянул руку ладонью вверх. «Право!» Парень в ожидающий смотрел на Пака, наблюдая, как меняется его выражение лица из радостного в удивлённое. Мечта вот так вот в мгновение ока разбилась в дребезги. «Что?» Не понял юноша. Он косо посмотрел на протянутую руку, обдумывая, что он должен сделать. «Твои водительские права!» пояснил инструктор, всё ещё держа руку на весу и терпеливо дожидаясь, когда Чимин предоставит документы. «У меня их нет», признался юноша, пряча руки в карман и ходе. Он надеялся, что можно будет как-то обойти эту формальность и покататься без них. «Тогда ничем не могу помочь». Инструктор пожал плечами и обошёл парня. «Но я заплатил! Вы не можете мне отказать!» возразил блондин, выхватывая свой билет и указывая на строчку, написанную мелким шрифтом. Он подошёл близко к инструктору и подняс билет ему к самому лицу. Будто иначе тот не увидел бы. «Видите? Здесь написано, что все желающие могут покататься!» «Во-первых, я не слепой». Слегка отталкивая от себя Чимина и возвращая себе личное пространство, проворчал парень. Он начинал раздражаться. «А во-вторых, я могу предоставить мотоциклы только тем, кто имеет права на вождение хотя бы автомобиля, не говоря уже про байки». «Это нечестно!» Закричал Чимин. Он был так зол и уходить ни с чем не собирался. Это было прописано в чеке к билету, который многие невнимательно выбрасывают. Надо было читать внимательнее. Безразлично бросил инструктор, отказываясь давать подростку то, чего тот так хотел. Он развернулся и пошёл к рабочему столу, собираясь вернуться к своим движкам. «Не рушьте детскую мечту!» В голосе Чимина сквозило такое отчаяние, что у старшего беспомощно опустились руки. Он не собирался просто так уходить и работать этому парню не даст, пока не получат своё. «Слушай, парень!» Медленно закипая, воскликнул блондин, поднимая глаза на младшего. «Видишь там камеру?» Он указал рукой в угол комнаты. «Ну, вижу!» Пак нахмурился и сложил руки на груди, будто хотел сказать, «И что теперь?» Камера не помешает мне устроить истерику и достать вас. «Моё начальство следит за тем, чтобы я проверял права. И я не стану рисковать работой ради того, чтобы ты осуществил свою детскую мечту разбиться на ближайшем повороте». «Но я умею водить!» Возразил Чимин. Он щурился и пристально посмотрел на инструктора. «Ты хоть раз сидел на мотоцикле?» Прозвучало, как насмешка, и подросток чуть не взорвался от возмущения. Конечно, он сидел на байке. Это единственное, на что получилось уговорить Хасока. Гад отказался даже мотор завести. Просто посадил Чимина на свой байк, как ребёнка, в игрушечную машину, дал пять минут, а затем прогнал. «Да», – растерянно пробормотал Чимин. «Но я вожу машины и в теории хорошо знаю мотоциклы!» Спохватился юноша, приводя хоть какие-то доводы. Он чувствует, что в глубине души этот парень над ним смеётся. «Желаю всего хорошего!» Инструктор, не желая продолжать спор, встал и собирался уйти. Чимин совсем не хотел уходить. Он продолжал стоять на месте в ожидании чуда. А вдруг этот парень над ним сжалится? Но инструктор и правда направился к выходу, потеряв весь интерес к разговору. Подросток расстроенно огляделся, пока его взгляд не упал на подставку, на которой в ряд были выставлены двигатели для байков. Он подошёл к стеллажу и просто начал рассказывать всё, что помнил о выставленных моделях. «Вот этот самый простой одноцилиндровый двигатель. Не самый мощный и не самый тяговитый. К тому же довольно шумный и сильно вибрирующий. Поэтому его часто ставят на кроссовые мотоциклы». Он указал рукой на двигатель, ловя взгляд инструктора. «А вот этот? Двухцилиндровый мотор. Он уже вполне себе универсальный. Такой можно встретить практически на любом мотоцикле. Рабочий объём вполне может доходить до 800 кубиков. Как тебя зовут?» Перебил старший. Он остановился уже у самой двери, когда Пак неожиданно решил поразить его своими знаниями. Инструктор задумчиво нахмурился, будто решал, стоит ли подросток его времени. «Чимин!» Представился юноша, немного оживляясь, что смог привлечь к себе внимание. «Юнги!» Парень притянул ладонь и Пак её пожал. Имя было простым, коротким и запоминающимся, но оно идеально подходило этому парню. После рукопожатия Юнги немного расслабился, и раздражение в его взгляде исчезло, но появилась заинтересованность. «Так что насчёт байка?» В очередной раз, испытывая судьбу, поинтересовался Чимин. «Ну а вдруг теперь ему дадут шанс?» Надежда не умирала в душе подростка. «Я же сказал, что не могу дать тебе покататься!» Твёрдо заявил парень, давая понять, что уговоры бесполезны. Он не подастся, даже если Чимин у него на глазах разберёт и заново соберёт байк. «Да блядь!» Не выдержу младший. «Почему так не везёт?» Его реакция лишь смешила Юнги. Наблюдая за тем, как Чимин взрывается от злости и моментально успокаивается, когда получает то, чего хочет, словно ребёнок с конфеткой, было невероятно забавно. «Здесь не могу!» Вдруг добавила Юнги. Чимин бросил на него удивлённый взгляд и даже успел подумать, что, возможно, этот инструктор не такой уж козёл, как он подумал сразу. Поторопился с выводами. «А где можешь?» Чимин сбавил тон и говорил почти шёпотом, будто это какая-то тайна, и их не должно услышать. «Я дам тебе номер. Позвонишь мне, и мы договоримся о встрече. Я покажу тебе, на что способен мой байк». Юнги достал листок с ручкой и принялся записывать цифры, хотя всё ещё думал о том, не совершает ли он ошибку. Пак, конечно, весёлый, но немного странный. С ним могут быть проблемы, а этого Мину совсем не нужно. «Ты гоняешь на байке?» Чимин улыбнулся, глядя на собеседника. «Хотя, не отвечай. По тебе и так видно». Он с восхищением смотрел на Берца и Кожанку, которые будто были созданы для парня. «Я часто бываю на машине. Знаешь, есть такая поговорка. Четыре колеса возят тело, два – душу. Днём тачка, вечером байк». «Так ты всё-таки байкер!» – скрикнул Чимин, ловя раздражённый взгляд парня. Внутри в него будто что-то взорвалось от радости при мысли, что перед ним стоит непосредственный человек, который может стать проводником в мир гонок без правил, драйва, скорости. В тот мир, где нет законов, а жизнь делится на день и ночь. «И настоящего себя ты показываешь лишь тогда, когда солнце садится за горизонтом и на небе появляются звёзды». «Нет, блин, зубная фея!» – он дёрнул младшего за руку. «Не ори так!» Юнги закатил глаза и тяжело вздохнул, мысленно говоря себе, что просто нужно набраться терпения. «Почему?» – не понял младший, хмуря брови и вновь начиная озираться, будто их кто-то подслушивал. «Байкеров здесь не жалует», коротко объяснил старший. «Но здесь ведь все на мотоциклах! Я не понимаю!» «Байкеры считаются беспредельщиками, создающими на дорогах хаос. Если здесь кто-то узнает, меня уволят, и никто не будет разбираться». «Я не знал этого!» «Тебе не стоит кричать об этом на всех углах, тем более, что некоторые байкеры и правда без царя в голове». «Смотри, не нарвись на проблемы!» Юнги похлопал парня по плечу, но на самом деле он не верил в то, что Чимин сможет обойтись без проблем. Этот парень сам как ходящая проблема. «Мой номер. Жду твоего звонка». Новый знакомый вручил Чимину листочек с номером телефона. «А сейчас тебе стоит возвращаться. Заезд начнется с минуты на минуту». «А, да, конечно, я пойду». Не желая пропустить начало шоу, Пак поспешно направился к своему месту, но возле выхода развернулся, счастливо улыбаясь. «Я позвоню!» Парень ушел, а Юнги проводил его уставшим взглядом. Чимин мог показаться немного доставучим и шумным, но в целом он был толковым парнем. Кто знает, может, станет классным байкером. Парень ухмыльнулся своим мыслям и пошел к трибунам смотреть заезд. Чимин же быстро вернулся на свое место, но рассказывать отцу о новом знакомом пока не решился. Просто сказал, что ему не дали покататься, потому что у него нет прав нужной категории. Пак с нетерпением ждал продолжения шоу, но сегодня ему конкретно не везло. Когда до старта оставалось всего пару минут, начал капать дождь. Сначала он был мелким, и никто не обратил внимания, но с каждой минутой становился все сильнее. В итоге было объявлено, что второй тур придется отменить, так как дорогу сейчас сильно размоет, а это повышает риск аварийности и травмирования мотоциклистов. Чимин был жутко расстроен. Не скрывая своего разочарования, он медленно шел вслед за отцом, не поднимая головы и сжимая в кармане худи листочек с номером телефона Юнги. К счастью, до машины они успели дойти прежде, чем начался сильный ливень. Всю дорогу домой парень расстроенно молчал, хотя даже тех впечатлений, которые он успел испытать, было с избытком. Перед глазами все еще стояла картина парящего в воздухе райдера, а его пальцы согревал листок с номером нового знакомого. С того момента, как Чингук заболел, прошла неделя. За это время приезжать в дом Чонов стало нормой для всей компании. Родители, наконец, узнали больше про друзей сына, с которыми они вынуждены были познакомиться, а Гуку было не так скучно болеть. Намджун приезжал два раза, чтобы забрать Хасока на учебу, потому что тому было трудно водить из-за вывиха плеча. А также блондин сидел с младшим один раз, когда его не с кем было оставить. На тот момент он еще был очень слаб, чтобы самостоятельно о себе позаботиться. Юнги же приезжал еще чаще. Он не только навещал Хасока, но и развлекал Чунгука. Один раз даже остался на ночь. Это не было запланировано. Гуку стало лучше, и он хотел посмотреть фильм. Они сами не заметили, как заснули, а на утро их уже ждал хобби и горячий завтрак. Вообще, Юнги очень сдружился с мелким, и не было ни дня, чтобы он хоть раз ему не позвонил. За этими постоянными визитами болезнь не казалась такой утомляющей, потому что было кому поднять настроение пострадавшего. Только вот Тэхён больше не появлялся. Он приехал лишь один раз. Это было рано утром, когда Хасок попросил подвезти его в универ. Чунгуку не спалось, он услышал рев мотора, поэтому встал с постели и выглянул в окно, но успел лишь рассмотреть удаляющийся черный с серебром байк и чужую спину. Парень даже спросил один раз хобби о Ви, на что поймал суровый взгляд. Брат сказал, что общение с Тэхёном небезопасно, и лучше ему тут не появляться. Ох, зря он бросил эту фразу, потому что в голове Гука родилась еще тысяча вопросов. Почему небезопасно? Если они близки, почему Хасок так негативно отзывается о друге? Да и вообще банальное любопытство. Хочется, но колется. Это было явно про Тэхён. Чунгук с самого начала был не в восторге от него, но все, что касалось себе, было покрыто какой-то загадкой и, соответственно, вызывало интерес. Хотелось узнать о нем хоть немного, но никто ведь не расскажет. Когда Чунгук ловил себя на этой мысли, сразу пытался думать о чем-то другом. Брату не понравится это, да и эмоции, которые вызывал Тэхён в подростке, казались неправильными. Чунгук ругал себя и пытался отвлечься на что угодно. Хасок, замечая то, как младший брат сближается с его компанией, занервничал. Не то, чтобы он не доверял парням, но Мджунг полезно бетонной опорой для хобби, поэтому в нем он никогда не сомневался. Юнги вообще самый безобидный после Хасока человек в мире, но рано или поздно с такими темпами Чунгук и на заездах начнет появляться, затем и к байкам привыкнет, втянется во все это. Вся эта картина наводила Хоупа лишь на негатив. Он не хотел, чтобы младший брат вникал во все это. Да и вообще, быть байкером не просто увлечение, это стиль жизни. И Хасок был уверен, что Чунгуку такое не подойдет. Он другой. Лучше ему держаться подальше от байков, растить цветочки, ходить с Чимином в кино, на мелодрамы и печь малиновые кексы. Это подходит ему куда лучше. Чунг, как хороший старший брат, беспокоился, но не запрещал. Было бы глупо и по-детски решать за Гука, с кем ему общаться. Его только успокаивало, что Тэхёна нет на горизонте, потому что где Ви, там и неприятности. Подтверждение тому были синяки на теле Хасока. Он думал, что оберегает младшего, не осознавая, что тот давно уже втянут во всё это. Всю неделю пары не ходили на пары. Никто даже не прогуливал. А после учёбы они любили сидеть в гараже Юнги, выпивать и говорить ни о чём. В этом месте было уютнее, чем у некоторых дома. Здесь стояли байки и ламба. Все инструменты, движки, запасная резина и прочие игрушки, которые были аккуратно разложены по шкафам, а далее шла зона отдыха. Огромный угловатый диван, небольшой столик, холодильник с напитками и телевизор на всю стену. По сути, Юнги в своей комнате почти не бывал, заходил только, чтобы переодеться. А так он довольно часто ночевал тут. Вот и сейчас вся компания удобно устроилась в гараже, отдыхая после пар. Юнги сидел возле своего дукати и проверял тормозные шланги. После того, что случилось с Хоупом, он стал более внимателен. Не садится на байк, пока не проверит его исправность. Намджу, наблокотившись о тумбу, пил пиво, наблюдая за блондином. Хасок сидел на диване и рассматривал фотки новых байков, которые недавно привезли их знакомому на пробег. Тихен, как обычно, свьен на коленях, удобно устроились в кресле и никого не стесняясь целовались. Вообще-то, Юнги ее не звал, он никогда не приглашал эту девчонку, но она по умолчанию идет как плюс один ки. Один раз парень намекнул, Тэш, чтобы тот приходил без нее, и тот, понимающий, заверил его, что девушки не будет, но она нагло заявилась без приглашения. Тот вечер Юнги ее чуть не задушил, потому что девица пролила пиво на диван, а затем чуть не подожгла плед сигаретой и вместо того, чтобы извиниться, лишь глупо хихикнула и продолжала заигрывать с Тихеном. По итогу нам Джуна и Хасока было все равно на нее. Тихен развлекался, а Юнги молча презирал. Юнги, а? Что ты делаешь? Хасок закончил просмотр фото и, наконец, отвлекся от телефона, замечая, что друг все еще крутится возле байка. Проверяю тормозные шланги, не оборачиваясь, ответил блондин. Он уже дважды просмотрел все и никаких повреждений не нашел, но паранойя не отпускала, и поэтому парень продолжал сидеть тут и высматривать что-то странное. «Зачем? Есть какие-то сомнения?» Хоби отложил телефон и потянулся к своей бутылке пива. Его раны все еще заживали, но эта тема практически не поднималась среди друзей. Все молча осуждали Тихена, но никто не хотел ругаться. Если Хасок его простил, то остальные тем более не могут злиться. «Давай спросим Тихена, зачем я это делаю?» Юнги встал с маленького стульчика и развернулся к дивану. Ви, услышав, что говорят о нем, отвлекся от девушки и посмотрел на парней слегка затуманенным взглядом. Он сейчас больше думал о Ви Йон и ее кофточке с глубоким декольте. «Хватит поранойся, никто не будет трогать твой байк». Бринет усмехнулся и откинул голову на спинку кресла. Он вообще не понимал, в чем проблема. Думал, что Вонха побесится и успокоится. Парни зря только панику разводят. «Знаешь, Тихен?» Голос Юнги был полон агрессии, пока он говорил и вытирал руки. «Я с удовольствием перестану паранойить, когда ты уже сделаешь что-нибудь». «А что я должен сделать?» «Ну, даже не знаю». «О, вот тебе идея. Отдай, ублюдку, деньги». Блондин откинул тряпку и подошел ближе к парню. Терпение Юнги, кажется, лопнуло и сдерживаться он больше не собирался. Тихен и раньше творил всякую хрень, но прежде никого за это не били. Он перешел границу и сам того не понял. Пора уже поставить его на место и объяснить, как на самом деле обстоит ситуация. «Я уже говорил прежде, но для тебя повторю. Деньги я не отдам». Злобно рыпнул Ким, чувствуя, что на него пытаются наехать. «Тебе вообще плевать на нас? Прошла неделя, а я уже боюсь своей тени. Сегодня на заправке к байку подошла какая-то шпана и я чуть не накинулся на них». Закричал Юнги, надеясь, что хотя бы какая-то часть сказанных слов дойдет до парня. «Ха-ха, вау!» Тихен рассмеялся, но это лишь вызвало еще больше гнев Мина. «Полегче, дружок». «Ты вообще охуел?» Юнги подлетел к парню и выбил бутылку с пивом из его рук, отчего та разбилась. «Во-первых, я твой Хён. Прояви уважение, щенок. А во-вторых, если Хобби простил тебе эти синяки, то со мной такой фокус не пройдет. Ты ебаный эгоист!» И последние слова он буквально выплюнул в лицо злого Ви, который, не отрывая взгляда, смотрел на блондину. «Ты немедленно скинул с колен девушку и поднялся на ноги, не подходя к Юнги. «Я эгоист?» Он сжал кулаки, ожидая ответа. Парни напряглись, внимательно наблюдая за развитием ссоры. Атмосфера накалялась, и если что, Хасок и Джун готовы были разнимать друзей. Такое уже случалось прежде. Тэхёну ничего не стоило ударить, а Юнги обязательно дал бы сдачу. «Неужели ты не понимаешь, что они до нас всех доберутся? Тебе плевать? Ты сидишь на жопе ровно и даже не думаешь хоть как-то защитить нас! Хорошо устроился! Тебя-то Вонха не трогает, потому что знает, какой ты мудак!» «Да что ты, блядь, знаешь о Вонха?» — скрикнул Бринет, напирая на друга. «Хоть кто-то из вас знает о нём что-нибудь, кроме того, что он байкер!» Все молчали, глядя на парня. Виме талмолнией взглядом в друзей, всё ещё сжимая кулаки. «Юнги, если ты наивно веришь, что он оставит нас спокоя, если я отдам деньги, ты полный идиот!» «А ты не думал, что я ничего не делаю, потому что если я дам ему хоть малейший повод, он сразу начнёт действовать! И вот тогда твоя проверка тормозных шлангов тебя не спасёт!» «Юнги молча смотрел в пол, пытаясь успокоиться, пока они с Виней устроили драку. Но слова парня дали блондину пищу для размышлений. Он не дурак и сразу догадался, а другие даже не заметили этого. «У тебя с ним какие-то личные тёрки? Ты сказал, что дело не в деньгах!» Тэхён тяжело сглотнул, но ничего не ответил. Он прошёл к дивану и снова сел на него, вытягивая ноги. Винейн сразу подползла, укладываясь рядом. «А давайте мы просто все успокоимся!» встрял в разговор Хасок. «Ну серьёзно, парни, обойдёмся без скандалов. Мы в ситуациях и похуже бывали. Какой смысл грызть теперь друг друга?» «Согласен». Намжун подошёл к Юнге и погладил его по плечу, пытаясь успокоить парня. Блондин не хотел просто закрывать на всё это глаза. Он вывернулся из схватки друга и отошёл к холодильнику, чтобы достать газировку. Его телефон завибрировал, и юноша достал гаджет, читая сообщение. Оно было от Чимина. После их встречи на мотокроссе парень в тот же день написал ему. Сначала старший подумал, что может зря дал свой номер, но затем его мнение изменилось. Пак писал ему постоянно и явно пытался показать глубину познаний в мотоциклах. Он нередко скидывал фотки новейших движков и рассуждал на тему того, что сделало бы байк мощнее. А ещё он любил отправлять интересные факты про гонки. Как раз сейчас один из них Юнги читал в сообщении. Глупо, но не безинтересно. Парень улыбнулся и быстро написал короткий ответ. Он сделал пару глотков напитка и вернулся на диван к друзьям, пытаясь сохранить спокойствие и больше не срываться на Ви. Как здоровье Чингука? Намджун отставил свою бутылку и посмотрел на Хасока. Тихен, услышав знакомое имя, напрягся, но сделал вид, что ему всё равно, о чём говорят парни. Он развернулся к девушке, уделяя всё своё внимание её шее, а та и рада была. «Когда я последний раз приезжал, он даже с постели встать не мог. Ему лучше даже на работу начал ходить». Отозвался Чонг краем глаза, наблюдая за Тихеном и его реакцией. Ким делал вид, что ему дела нет, шептал в её на ухо какие-то пошлости, обнимал за талию и полностью игнорировал испепеляющий взгляд Юнги на себе, а сам ловил каждое слово друзей. «Хотя я был против этой затеи, он ещё слаб». «Он работает?» Минут вернулся, наконец, в другую сторону и включился в разговор. Обсуждать младшего брата Хоупа куда интереснее, чем молча сидеть и давиться собственной злостью. Тихену повезло, что их разняли. Иначе он точно ушёл бы сегодня злым и побитым из гаража. «Да, на работу скорее для души». Хасок уверен, что Чунгук в цветочном магазине из-за бесплатно готов подрабатывать. «Не стоило, наверное, его туда пускать. Лучше бы дома ещё пару дней отлежался». «Приводи его к нам в гараж, будет гораздо веселее». Предложил парень, но это не очень понравилось Хасоку. «Может, ему байки будут интересны?» «Тут четыре байкера, лучше нас ему никто об этом не расскажет». «Я не думаю, что это хорошая идея». Чунг нахмурился и думал, какую отмазку придумать, чтобы не обидеть друзей. Чем дальше заходила вся эта история, тем больше он начинал переживать. «У него скоро конец учебного года, так что сейчас нет особо времени на это». «Ну, когда начнутся каникулы, приводи». «Твой брат классный парень». «А ещё он очень умный, как антиклопедия на ножках». Хасок лишь издал короткий смешок и потёр переносицу. Раны ещё болели и не давали о себе забыть. Ребята переключились на другую тему, и он облегчённо выдохнул. «А как твоя работа?» Намджун скучающе зевнул и, закинув ноги на спинку дивана, принялся поедать чипсы из небольшой вазочки, обращаясь к юнги. Атмосфера медленно вернулась в привычное русло, и все забыли про ссору, разгоревшуюся буквально несколько минут назад. «На прошлых выходных была гонка, но из-за дождя пришлось отменить второй заезд. Но я с классным парнем познакомился». Стоило вспомнить Чимина, и телефон в штанах завибрировал, оповещая о новом сообщении. Подросток не давал покоя ни днём, ни ночью, но Мина не жаловался. Нельзя сказать, что это как-то раздражало. Однако на сообщение он решил ответить позже, когда никого не будет рядом. «Парнем?» Тэхён охмыльнулся и пошло поиграл бровями, отвлекаясь от Ви Ён. «И как он тебя?» Ким закусил губу и сдерживал рвущиеся наружу улыбку, ожидая какого-то ответа. Что может быть интереснее, чем попытки разозлить Тьёна? «Тэхён, в этой комнате только тебе одному плевать, кого трахать, а я натурал». Ёнги натянутый улыбнулся и отпил газировку из своей бутылки, давая понять, что ни черта у Ви не получится. Пусть пнётся сколько хочет, но реагировать на его подколы друг не собирается. «Попахивает гомофобией». Ви скривился, будто был крайне недоволен. «Вообще, мы тебя даже с девушками видим крайне редко. Ты же вроде периодически тусуешься с той куколкой из бара. Сейчас вспомни, как её звали». Тэн напрягся и прокручивал в голове имена всех знакомых. «Точно! Моника!» «Я не гомофоб!» Йонги нахмурился, потому что не любил, когда его обвиняют в подобном. «Ну а ты завязывай с этими пидорскими шуточками!» «Так что с тем пацаном?» Стрял на Мджун, полностью спасая друга от неловкого разговора о его ориентации. Все знали, что Тэхён большой любитель экспериментов и насчёт пола партнёров не заморачивается. А вот Йонги считал себя абсолютно натуралом и не любил, когда ему, приписывают даже в шутку, отношения с парнем. «Да он так мотоциклы любит! Я вот думаю, его на следующий съезд взять!» Почему-то прозвучало скорее как вопрос, будто боялся реакции друзей. Но не все любят, когда в компанию вливается кто-то новый. «Хорошая идея!» Хоп тут же одобрил и закивал головой. «Привози! Чем больше людей, тем интереснее! Сделаем из твоего пацана крутого байкера, если ему так мотоциклы нравятся!» «Да!» Йонги улыбнулся уголком губ, вспоминая Чимина и его бесконечный трёп обо всём и ни о чём сразу. Он, когда про байки говорить начинает, у него глаза сияют о счастье. Никогда не видел, чтобы человек был так счастлив, рассказывая про железо. «Не гей, говоришь?» Техен улыбнулся, глядя на друга, вновь поднимая больную тему. «А глаза-то его хорошо рассмотреть успел!» «Ой, да заткнись уже!» «Вон, целуйся, смеён и не отвлекайся!» Йонги схватил подушку с дивана и запустил ею в друга. Техен громко засмеялся, но от девушки немного отодвинулся. На сегодня она ему уже надоела, а разговор про какого-то загадочного парня, покорившего Йонги своими глазами, его интересовал куда сильнее. Раньше-то они Мина видели только с девушками, и то редко, а тут он какого-то парня подцепил. «Нет уж, рассказывай больше про него. Сколько ему?» Не унимался Ви, полностью потеряв интерес к Ви Йон, и теперь та молча потягивала пиво и со скучающим выражением лица слушала их разговор. «Без понятия», Йонги пожал плечами. «Примерно как Чунгук по возрасту». «Ты что, на школьника запал?» Ви засмеялся в голос. «Чувак, тебе 26! Чуешь? Статья и пахнет!» «Ой, да кто бы говорил!» Эту фразу Техен проигнорировал, и достаточно быстро стих, снова уделяя все внимание пиву. Больше они про Чамина не говорили. Вместо этого решили немного покопаться под капотом Ламбы, и еще долго спорили, но больше ссор не возникало. Как и сказал Хасок, Чунгуку стало уже гораздо лучше. Врач отказывался закрывать его больничный, поэтому он продолжал пропускать школу. Радовало то, что родители отпускали парня на пару часов в цветочный магазин. Он не обслуживал клиентов, чтобы случайно кого-нибудь не заразить, но помогал ставить букеты и ухаживал за цветами. Вот и сейчас юноша коротал время на работе, пока Чимин был в школе, а вечером обещал заехать к нему. Нет, Джин Хён, ты так убьешь цветок. Чунгук вырвал горшок с желтой бегонией из рук начальника и отвернулся к прилавку, чтобы взять удобрение. Ким недовольно посмотрел на парня и хотел отобрать вазу на обратно. Его нужно продать, возразил старший, протягивая руки к бегонии, но Гук ударил парня по ладоням. Хей, ты обалдел, мелкий? Он болен, видишь, на листках желтые пятна пошли. Гук повернул один листок и указал Шатену. Джин склонился над горшком и действительно заметил на листьях пятна. Но это последнее бегони. Завтра привезут новый товар. Возмутился Ким, хватая планшетку с листами и проверяя накладные. Он не продал старый товар, а ему новый поставляют. И продажи немного упали в последнее время. Никому хуже не станет, если он немного здесь постоит. Цветы не портятся. Продолжал настаивать младший, зная привычку Джина избавляться от товара, непригодного к продаже. Забирай его домой. Неожиданно предложил Сак Джин, вмиг придумывая применение бесполезному вазону. Зачем ему простаивать здесь и занимать место, если можно просто отдать мелкому? Тот тащит домой все, что не лень. Он вылечит и выходит этот цветок. Ты мне просто отдашь его? Чингук удивленно смотрел на Хёна, переводя взгляд от парня на горшок в руках. Что? Даже платить не надо? Да, от одного цветка я не обеднее. Парень махнул рукой и обернулся к прилавку. Чингук улыбнулся и наклонился к нежному бутону, вдыхая его сладкий запах. Именно в этот момент колокольчик на двери взвякнул, оповещая новым посетителем. Чон развернулся к двери и замер, все еще сжимая бегонию. В дверях стоял Тихён и сосредоточенно смотрел на младшего, но он был удивлен не меньше. Здравствуйте, чем могу помочь? Джин дружелюбно улыбнулся посетителю. Тихён подошел к прилавку, огляделся по сторонам, а затем он опустил свой пристальный взгляд на Чунгука, который растерянно сжимал в озон и пытался не смотреть на парня. И что он может здесь делать? Для кого ему покупать цветы? Для Ви Йон? Гук нахмурился и отвернулся к шкафу с цветами, наконец-то опуская бегонию на полку. Тихён не сводил свой взгляд с младшего, одетого сегодня в кремовый джемпер и джинсовый комбинезон, а на ногах красовались белые кеды. Ви слегка улыбнулся, но спрятал улыбку сразу, как только парень повернулся к нему. Хочу, чтобы меня обслуживал, вон тот парень. Ви указал рукой на Чон, ловя его растерянный взгляд. На лице подростка на секунду промелькнула паника, но он быстро взял себя в руки и жалобно посмотрел на джинхёна, будто прося не уступать просьбе клиента. Боюсь, что он сейчас не формит для работы с клиентами. Я все же настаиваю. Не давая договорить хозяину цветочной лавки, воскликнул Ви, прикусывая нижнюю губу и хмуря брови. «Разве желание клиента не закон для вас?» «Все хорошо, я обслужу его», сдался Чонгук, подходя ближе и вставая напротив клиента. Он отметил, что сегодня Тахен выглядел немного иначе. Он был грустным, а идеально сидящая узкая черная футболка исчезла. Вместо нее была классическая черная рубашка, открывающая вид на выпирающие ключицы и тонкую серебряную цепочку, которая выделялась резким контрастом на смуглой коже. На массивной шее парня украшение казалось еще более изящным и хрупким. Хотелось прикоснуться и проверить, не рассыпется ли оно. «Что я могу предложить вам?» Не поднимая глаза на посетителя, спросил юноша, начиная раскладывать на столе декоративную бумагу и имитируя занятость. Он надеялся быстро выполнить заказ и отпустить Тахена, чтобы он не задерживался надолго. «Мне нужны красные розы», ровным тоном попросил Ви, немного наклоняя голову и пытаясь заглянуть в глаза подростку. Но тот упорно прятал их за челкой. Сукжин молча стоял в стороне и наблюдал, чувствуя, что он что-то пропустил. «Такие подойдут?» Гук развернулся к вазам с цветами и достал одну, показывая ее парню. Он оборвал вялые листочки и отбросил на пол, демонстрируя пышный бутон алой розы. «Да, идеально». «Сколько?» Чисто машинально поинтересовался Гук, собираясь оформить букет. «Двадцать две». Ви произнес это тихо, но для Чона его голос прозвучал, как раскат грома. «Почему четное число?» Он резко развернулся к брюнету, ловя его взгляд и ища в нем какие-то ответы. «Двадцать две?» неуверенно переспросил подросток, надеясь до последнего, что Тахен просто ошибся или оговорился. «Да, именно». Подтвердил свой заказ Ким, замечая, что Чонгук расстроился. Что ж, можно было догадаться, что этот мальчишка очень склонен к чрезмерному сочувствию. «Здесь только семнадцать». Парень повторно пересчитал бутоны. «Джин, у нас есть еще такие розы?» Он потрепал задумавшегося начальника за плечо и показал ему бутон. «Должны быть. Одну минуту я сейчас принесу». Шатен улыбнулся Тахену и поспешно направился к выходу из зала, оставляя парней наедине. «Не торопитесь». След ему успел пробормотать Ким. Как только дверь за ним закрылась, в зале повисла тишина. Чонгук решил делать вид, что он чем-то занят, лишь бы не стоять на месте. Он ощущал неловкость, поэтому все падало из рук. Ви медленно подошел к подоконнику и присел, открывая окно. Он достал сигарету, прикурил ее, сделал первую затяжку и выпустил дым изо рта, продолжая наблюдать, как Гук суетится и мечется между прилавками. Все, лишь бы не смотреть на посетителя. «Здесь нельзя курить». Неожиданно пробормотал Чон, но пожалел об этом сразу же, как только поймал на себе взгляд черных, как омут глаз. Он отвернулся от парня, протирая пыль на полках с цветами. «У тебя проблемы с дыханием?» «Нет, просто не люблю запах сигарет. К тому же это вредно для цветов. От никотина они вянут, а товар еще продавать». Чонгук не ожидал, что Тихен сразу затушит сигарету и выбросит окурок, но именно так он и поступил. Между ними снова повисла тишина, которую было бы неплохо чем-то заполнить. Гук не решался задать вопрос, который его так интересовал. Он не хотел показаться Тихена бестактным и грубым. Хотя это же Те. Он, кажется, вообще не знает, что такое личное пространство, постоянно нарушая его. «Почему четное количество роз?» Юноша медленно развернулся к Тихену, глядя прямо на него. Сейчас парень выглядел не так устрашающе, как при первой их встрече на гонках, или же просто дело в том, что Гук медленно привыкает к новому знакомому. «Надо кое-кого навестить». Вис ложил руки на груди и спокойно разглядывал наряд подростка. В мешковатом комбинезоне полностью потерялись очертания красивой фигуры Чонгука, но даже сейчас юноша выглядел очаровательно. «Ты кого-то убил?» И, кажется, в вопросе нет ничего смешного, но от Чонгука слышать подобную фразу было забавно. Он наивно верил в свои слова, поморгал пару раз и продолжил смотреть на Тэхёна, сжимая в руках тряпочку. Винни выдержал и тихо рассмеялся. «Малыш, ты такого плохого мнения обо мне!» Сквозь смех спросил Ким, глядя на вылупившегося на него подростка, все еще ожидающего ответа. Гук смотрел на Хёна и искренне не понимал, почему тот смеется, но на такую реакцию даже не думал обижаться. «Ну...» Чонгук растерялся. Он ведь не хотел обидеть парня. «Не то, чтобы плохого...» «Обидно. Я ведь не давал повода так думать о себе». Перебил его Ви, наконец успокаиваясь и замечая, как взгляд младшего снова хаотично бегает по цветным плиткам пола. Теперь ему было интересно, как дальше поведет себя Чон. «Извини». Быстро пробормотал Гук, ведь вдруг понял, что Тэхёна правда всегда был добр к нему. Даже заботился, когда тот болел, а Чон всегда с недоверием к нему. А почему? Для этого не было никаких веских причин. Лишь странные обстоятельства их первой встречи. Но даже тогда Ви спас Чонгука от какого-то парня на съезде. Разве он не заслужил каплю доверия? «Я-то прощу тебя», начал Тэхён, но затем сделал паузу, думая о том, как повернуть ситуацию в собственную пользу. «Но взамен кое-что попрошу у тебя». Хм... Гук всего на секунду задумался, но такое условие показалось ему справедливым, и он тут же согласился. «Хорошо, что ты хочешь?» Тэхён снова улыбнулся. Такой ребёнок даже не спросил, что от него хотят, и сразу согласился. «Эх, нельзя быть таким наивным. А это значит, что надо проучить малыша. Впредь будет думать дважды, прежде чем соглашаться». «Хочу поцелуй в щёку». Тэхёна сам не знал, зачем просил это. Идея пришла в голову моментально, а зная скромность подростка, он наверняка жутко застесняется, и смотреть на это будет очень весело. По сути, Ви снова над ним издевался, но младший этого не понял, относясь к просьбе со всей серьёзностью. «Ты это серьёзно?» Гук нахмурился и попятился к шкафу с цветами, всё ещё надеясь, что Хён неудачно пошутил. Просьба была ужасно странной, ведь они оба парни. Юноша даже брата редко целовал. Такое было всего два раза. Когда Хасок напился и заставил младшего себя поцеловать и на день рождения Чонгука. Но целовать практически незнакомого человека было очень странно. И всё же, это почему-то пробуждало внутри Чёна непонятный трепет и щекочащее чувство между рёбер. «А похоже, что я шучу?» Как можно серьёзнее переспросил Тэхён, мучаясь в догадках, хватит ли у Гука смелости выполнить неординарное желание Хёны. Но он явно сомневался, стоит ли это делать. «Я жду Чонгук». Тэхён требовательно поманил к себе рукой, и младший медленно пошёл к нему, будто не мог сопротивляться какому-то притяжению. Когда между ними оставалось полметра, Чон замедлился. Ему было жутко страшно и неловко. Казалось, что Тэхён его укусит. Или из-за этого невинного поцелуя случится что-то ужасное. Он долго, нерешительно мялся на месте, а Ви молчал и просто терпеливо ждал. Чонгук посмотрел на щеку старшего, отмечая, что кожа у того гладкая и очень мягкая. Юноша не решался подходить ближе. Вместо этого он наклонился вперёд и быстро чмокнул Тэхёна, оставляя на щеке смазанный поцелуй. Как только задание было выполнено, парень пулей отлетел в другой угол комнаты и начал снова протирать пыль. Он пытался спрятать красное от смущения лицо, а Ви довольно сидел и улыбался. Не было ещё в его жизни настолько очаровательных людей. Всё, что делал Чонгук, казалось прекрасным. А на щеке остался след от бальзама для губ, но он не торопился стирать его. Ещё пару минут в комнате была тишина, а затем пришёл Джин со свежими розами. Чонгук быстро и красиво оформил букет, пытаясь не смотреть в глаза старшего парня. Он протянул ему цветы, а Джин рассчитал посетителя. Тэхён вежливо поблагодарил и, бросив последний раз взгляд на своего консультанта, вышел из магазина. Теперь, когда он знает, что Чонгук здесь работает, определённо будет покупать цветы чаще. Да и вообще, в последнее время они стали казаться Тэхёну гораздо прекраснее. Раньше он этого не замечал, а зря. Ямаха уехала, а мысли о её хозяине остались. Чонгук старательно выполнял заказы и пытался полностью сосредоточиться на цветах. А про этот поцелуй он уже и забыл. В скобочках нет. Ну а что здесь такого? Хасоку он тоже в щёку целовал. И отчима иногда. Это не так уж страшно. Зачем придавать столько значения мелочам? Вот так парень и утешал себя до конца смены. На улице начинало темнеть, и посетителей почти не было. Джин попросил Чонгука, чтобы тот сегодня сам закрыл магазинчик, потому что парень опаздывал на ужин со своей девушкой. У них сегодня была годовщина, и Чон даже составил букет для своего начальника, а точнее для его второй половинки. Он взял за основу белые лилии и камелию, которая цвела у него дома. Украсил всё нежными веточками и декоративными аксессуарами. Выглядело очень красиво. Джин счастливый ушёл, а Чон готовился к закрытию магазина. Парень уже собирался уходить, как вдруг дверь открылась, оповещая о клиенте. Чун Гук развернулся, разглядывая парня. На вид он был чуть старше Хасока. Волосы выкрашены в пепельный оттенок и подвязаны на затылке. Обычный синий свитер и потёртые джинсы. Он выглядел очень дружелюбным и приветливо улыбался. «Прошу прощения, что так поздно». Мужчина извинился и подошёл к кассе, разглядывая магазин и прилавки. «Мне срочно нужен букет». «Да, конечно». Гук улыбнулся посетителю и принялся обратно доставать коробки с декоративной бумагой, которые уже успел спрятать в шкаф. «Ты Чун Гук?» Вдруг спросил незнакомец, пряча руки в карманы и наблюдая, как юноша ловко раскладывает на прилавке цветы. «Прошу прощения, мы знакомы?» Чун удивлённо посмотрел на незнакомца. «Пока нет, но надеюсь, что познакомимся. Мой друг посоветовал этот магазинчик. Он сказал, что ты делаешь очень красивые букеты». Подросток, явно смущённый таким комплиментом, снова улыбнулся и протянул ладонь для рукопожатия. Незнакомец принял её и поспешил представиться. «Меня зовут Вонха». «Очень приятно». Шатэн счастливо улыбался, показывая кроличьи зубы. «Так какой букет мне для вас собрать?» «Что-нибудь на твой вкус». Покинув цветочный магазин, Тэхён направился в единственное место, о котором не знал практически никто из его близких. Он припарковал байк после железного ограждения и, забрав цветы, направился по каменистой дорожке вниз по склону, пока не оказался на месте. Вис стоял напротив двух надгробий, на которых было аккуратно выгравировано Ким Джихён и Ким Суа и одинаковая дата смерти. Парень опустил цветы на могилу и присел на скамейку, погружаясь в свои мысли. Сюда он приезжал каждый год всего один раз в день их смерти. Здесь покоились единственные родственники парня, его родители. Он не скучал по ним, он даже не был уверен, что скорбит, но и не приезжать не мог. Когда они погибли, он был совсем маленьким, и из воспоминаний осталось лишь одно короткое видео на 15 минут, где они всей семьёй гуляют на природе. Этими 15 минутами Тихён живёт уже почти 18 лет. После смерти родителей его опекуном стал лучший друг отца, но лишь на бумагах. На деле мальчик ему совсем не был нужен, поэтому он всё время отсылал того в пансионы. А Ви, в свою очередь, настойчиво из них сбегал, за что получал угрозу отправиться в военную школу, но и это его не пугало. Он рос как сорняк, в подростковом возрасте всё чаще попадал в полицию, затем по классике связался с плохой компанией и пустил свою жизнь под откос. Он забил на учёбу, если выпивал, то до такого состояния, что его забирали из вытрезвителя. Когда познал радости секса, решил не останавливаться на девушках и попробовал с парнями. Тот факт, что ему понравилось, удивляет его до сих пор. Но самое худшее, что парень вот так уничтожал свою жизнь на протяжении длительного времени, и не было человека, который сказал бы «стоп». Пока однажды он не проснулся среди ночи в холодном поту и совершенно потерянный. Он не мог вспомнить, где он, а вокруг были какие-то незнакомые люди. В его дурную голову всё чаще стала закрадываться мысль о том, что пора брать себя в руки. Но как же трудно, когда вокруг столько соблазна. И именно в этот момент в его жизни появился Намджун, человек, который давал пинка, когда это требовалось. Юнги и Хасок до сих пор понятия не имеют о том, в каком дерьме был Ви ещё пару лет назад. А сейчас он гордился собой, потому что смог взять контроль над своей жизнью. Потому что, наконец, чего-то начал достигать. То, что Техёна необходима в жизни доля экстрима, он понял сразу. Поэтому парень нашёл удовлетворение в байках. Но была ещё одна вещь, которая ему не давала покоя. Что случилось с родителями? Не сказать, что Те сильно переживает о их смерти. Он привык жить без них. У Техёна вообще вроде как принцип не жалеть ни о чём, но любопытство продолжало терзать юношу. А его опекун, который определённо знал, что случилось, ничего не говорил. Хотя Ви имел на эти знания больше прав, чем кто-либо. И разве это справедливо? Нет, ни капли. Техён медленно курил, думая о своём. Каждый год в один день он приезжал сюда и на протяжении часа позволял себе думать о родителях. Но стоило ему покинуть кладбище, всё забывалось. Ведь есть принцип, который гласит «Не жалей ни о чём». Озвучил Зози специально для телеграм-канала Вайфу в голове аудио. Продолжение, возможно, уже есть на бусте. Ну а так, оставляйте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Вайфу в голове.